На этом уроке мы начинаем полный и подробный грамматический разбор первой суры Корана, суры Аль-Фатиха, открывающей. Начнем с самого начала, с алистиаза, то есть формулы, обозначающей просьбой к Аллаху о защите от шайтана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ – это фعل مداريون – глагол настоящего будущего времени. أعوذ – он поставлен в состояние رفع – в изъявительное наклонение. Почему? لِتَجَرُدِهِ مِنَنْ نَسُبِي وَالْجَزِمِ Так как он свободен от амилов, от факторов, которые ставят его в состояние جزم, то есть в изъящённое состояние, или в состояние نسب – в сослагательное наклонение. وَعْلَامُتُ رَفِي – признак состояния رفع в этом глаголе – أَدْدَمُتُ الظَّهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ – явная дама на его конце. وَفَعِلُهُ يَوْفَعِلُ – действующее лицо – это دَمِيرٌ مُسْتَتِرُنْ فِيهِ وُجُبَنَ – скрытое в нём в обязательной форме местомение – تَقْدِيرُ هُوهُوَ – коими является местомение она. На что и указывает хамза в начале этого глагола. Значит, по хамзе в начале любого глагола Аль-Мудари, глагола настоящего будущего времени, мы автоматически знаем, что его файл – действующее лицо – это скрытое в нём в обязательной форме местомение – она, иначе не бывает. Если хамза в начале, то мы уже сразу знаем, что это глагол Аль-Мудари для سُيُغْتِ الْمُفْرَدِ الْمُتَكَلِم – для формы первого лица единственного числа, как мужского рода, так и для женского. وَالْفِعْلِ مَعَ فَاعْلِهِ – глагол Аعُوذُ со своим фаалом, действующим лицом, سَيَتَ جُمْلَةٌ فِعْلِيَتٌ – глагольное предложение, ибо تِدَا إِيَتٌ – начальное предложение, то есть здесь нет какого-либо амила, фактора которого действовал бы на него. А значит, мы говорим здесь لا محلل هَمِنَ الْإِعْرَابِي – не имеет места в падеже. بِاللَّهِ – أَلْبَ – это حَرْفُ جَرْم – предлог родителей падеже مَبْدِيونَ عَلَى الْكَسْرِ – с неизменяемым окончанием, с постоянной касры на конце. بِاللَّهِ – إِسْمُ الْجَلَالِتِ – имя величие, то есть имя Аллах, это مَجْرُور بِحَرْفِ الْجَرْي – поставлен предлогом родительного падеже ба в состоянии جَرْ – وَعَلَى مَتُ جَرْي – признак состояния جَرْ в этом имени – أَلْكَسْرَةُ الظَّهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ يَوْنَي كَسْرَ – на его конце. بِاللْجَرُ وَالْمَجْرُور – поставленное им состояние جَرْ – имя Аллах, святому تَعَلِقُمْ состоит в смысловой связке بِالْفِعْلِ – с глаголом أَعُوذُو. Дальше. مِنَ الشَّيْطَانِ – грамматический разбор этих двух слов такой же, как и словочитание بِاللَّهِن. Так. مِنْ أَتَحَرْفُ جَرْن – предлога родительного падежа مَبْنِو عَلَى السُكُونِ – с неизменяемым окончанием суконом на конце. А если кто-то скажет, о каком суконе идёт речь, когда мы видим здесь на конце фатху, а не сукон. إِنْ قَالَ قَائِلُونَ – عَنْ أَيِّي سُكُونِ تَتَحَدَّثُونَ وَنَحْنَ نَرَى فِي آخْرِهِ هُنَا فَتْحًا – قُلْنَا نَا يَتْمُ وَأَتْوَيْتِمُ وَسْكَاجْمُ – وَإِنَّمَا فُتِحَ آخِرُ الْفِعْلِ هُنَا تَخَلُّسًا مِن الْتِقَى السَّاكِنَيْن. Окончание харфа «мин» огласованы здесь фатхы во избежание встречи двух сукону. Сукон النون في آخِرِ الْكَلِمَةِ الْعُلَى а именно сукон на конце первого слова, то есть «мин». وَسَكُونَ الْلَامِ الْعُلَى и сукон первого из двух ламу في أولе калимة الله в начале слова «Аллах». Почему? لأن الحرف المشدد في الحقيقة حرفاني так как удвоенная буква на самом деле представляет из себя две буквы. أول هماء ساكن وثانم تحاركم. Первая из двух букв ساكون نيرونا вторая огласована. А если кто-то спросит а почему здесь огласовкой на конце выбрана фатха и сказано «мина», а не «касра» как того и требует правило гласящее, что при встрече двух сукону в основе дается огласовка «касра» как мы подробно поговорили об этом в суре «Аннаба» разбирая слова «Аниннабаи». فَإِنْقَال قَائِلًا لِمَاذَا كَانَدْ حَرَكُتُ الْآخِرُ هُنَا فَاتحَةً وَلَيْسَتْ كَسْرَةً وَالْأَصْلَفِ الْتَخَلُّسِ مِنَ الْتِقَاءَ سَيَكِنَيْنِ اِعْطَاعُ الْحَرْفِ الْأَوْلِ كَسْرَةً В ответ на это мы скажем «Да, это так, что в основе при встрече двух суконов первый заменяется на «касру». Однако здесь, как мы видим, первый сукон заменили на «фатха», а не «касру», так как предшествующая буква «мим» огласована «касрой». И если бы мы здесь заменили сукон на «касру», то это привело бы к трудности произношения. Как мы можем это увидеть, если мы скажем «мени шайтане». Уль нафил-джаваби «Иннама футиха ахиру л-харфи хуна бисабы касраты л-харфи л-дзи я такадму сякина» «мин». Дальше о «шайтане». О «шайтане маджрурум-димин» поставлен на харфу «мин» в состоянии «жар». Ва «аламуту-джар» признак падежа «жар» в этом имени «аль-касрату-захирату» тоже связано с глаголом «ау-зу» «аллаху а'лам». Иншаллах, на следующем уроке мы проведем полный грамматический разбор басмали. Алхамду лиллаху раббил ааламин.